Добрый день, как вас зовут? Каратаева Елена Александровна. Леночка, да. Друзья, сегодня мы приехали к Лене, и она живет здесь, в Донецке, и у нее очень тяжелое заболевание. Мы живем с мамой, у нее есть дочка, но она с ними не живет, она уже взрослая. Вам сколько лет? 46 будет через 2 дня. 46 лет. Скажем, по-женски была онкология. Это в каком году? В 13-м. В 13-м сделали операцию, сделали химиотерапию, и после этого все. После этого полностью организм пошел в разнос. Попалили все, что возможно, и у нее очень много сейчас заболеваний. Самое основное заболевание это что? Асептический некруст забедренных суставов, гипотиций, колит, язвенный колит, кровотечение. И смотрите, друзья, она бледная постоянно, потому что у нее постоянно кровотечение идет. она принимает... 58 гемоглобингу. Постоянно принимаете вы сульфак, салофальк, салофальк, и еще какие лекарства? Я по 8 таблеток в день. Еще какие? Сарбифер, сарбифер, но это вот для залеза, вот они, 600 тысяч, да. Ну, короче, огромное количество денег, они тратят всю свою пенсию, которую зарабатывают. я 5 с половиной получаю, а на таблетке выводят 6 где-то. Это вот за счет мамы я живу, вот это вот, что мама у меня, она это самая... А мама тоже пожилая. Вот, 70 лет маме, да. Да. И вот это вот, если бы не мама, я не знаю, я не знаю, просто у меня к нам уже просто не было. Друзья, знаете, в чем вопрос? Вот благодаря вашей поддержке, мы первоначально привезли продукты, поддержать эту семью, хоть немножко как-то продуктами, но здесь нужно комплексно подойти к этой проблеме. Обратились ко мне за помощью, не знаю, как вам обратиться за помощью, чтобы возможность купить вот эти таблетки, а также, ну не знаю, она стоит на очереди, уже было... Три года. Три года. 9 сентября будет 3 года. Три года стоит на очереди, чтобы заменить тазобедренные суставы. Да, самостоятельно это невозможно, потому что это огромный денег стоит. А на очереди уже три года стоит, но, к сожалению, очередь не двигается. Может быть, есть какие-то возможности, чтобы продвинуть эту очередь. Не знаю, как еще это... Почему? Потому что самостоятельно она ничего не может делать, не ходить, она не может не готовить, кушать, ничего. Я зависела от мамы полностью. Полностью? Не упаться я не могу, не голову помыть, покушать вот она сюда мне. Я не могу сидеть там долго. Я только лежу, я просто лежу. Идти это, вуалянская, нога короче стала намного. И вот на костылях, еле-еле до туалета днем. Днем туалет. Ночью я не могу встать. Если бы раз у меня костыль упал, а никого дома не было, все, я стояла, плакала, не могу ничего дойти, никак, никого нет, и поднять не могу. Хотя бы для начала, просто-напросто, чтобы была возможность это поставить тазобедренные суставы, без них она не сможет ходить. Это раз. Мама пожилая, а останется она, не дай бог, одна, и кто ей поможет. Совершенно помочь некому, и вся пенсия уйдет, да, и той пенсии не хватит на лекарства, и что нам будет кушать. Вот, может быть, наше министерство все-таки поможет, ну, скажем, по ситуации, и же разные ситуации, может, вне очереди каким-то образом возьмется сделать операцию, позаменитая забедренных суставов. А, также у нее еще гепатит С, но она последнюю таблетку уже допивает, да, и вроде как бесплатно. 18 января последние таблетки. 18 января лечить. Вот, мне мама хотела, получала, там, выдают, на месяц, я к вам стою. Угу. Вот, хорошо похоже. Но анализом вы давали за свои деньги, там, около 7 тысяч вышло, на это все, на анализ. А таблетки уже, ну это дорогая очень терапия. Ну да, да, таблетки вам бесплатно дают, То есть у нас есть и программы различные, которые помогают, ну, например, даже бесплатно, заменитая забедренная сустава есть, ну, очень огромная очередь, и невозможно сейчас ее, она просто-напросто, вот молодая, прекрасная женщина, она умирает, и за того, что он не может, она не все больше, больше разрушается, и практически там, головки стерты, и потом уже возможности заменить, как говорится, не будет, то есть некуда их будет вставить, эти суставы. Сейчас она постоянно лежит, практически, встать не может, так бы хоть, может быть, как бы расходилось, бы еще что-нибудь, может, как-то немножко получше было, но после онкологии очень много проблем возникло. Если будет возможность, может, помочь ей как-нибудь чем-то лекарствами, продуктами, а также может министерство обратить внимание на эту заметку и поможет ей все-таки поставить суставы. Огромное спасибо, друзья, и низкий вам поклон, и мы надеемся, что Леночка, мы чем-то вам поможем. Ой, дай бог, я не знаю, дай бог, молю бога, я молила бога, чтобы послал каких-то людей, какую-то ситуацию, чтобы как-то в моей жизни это все решилось, как-то разрешилось. Я все понимаю, мама не вечная, ну все, мама меня просит, не знаю, это, ну, меня не будет просто.